всем привет с вами кекс и сегодня я хочу поделиться рецептом медового торта его еще можно назвать тортом рыжик потому что они практически ничем не отличаются делается все очень мега просто собственно как и всегда у меня то что я рассказываю всего довольно просто вот самое простое что здесь нужно для начала это мед поэтому никаких аллергиков никаких на свое застолье не зовем или если зовем то тортики не даем вот нам понадобится на одну порцию тортика 150 грамм меда у меня вот немножко под засахарился это совершенно здесь не важно и я беру такими огромными вы видите горками у меня получится это три ложки если мед у вас жидкий то это где-то 5 столовых ложек вот но так как я воспользуюсь весами поэтому я сильно не заморачивалась и у меня и так получится ровно 150 грамм вот я вам потом расскажу чем отличаются именно медовик и рыжик торты но по сути по составу это абсолютно одинаковые тортики поэтому если вы встречаете где-то медовики рыжик то по сути это одинаковые тортики сахара мы много сюда не сыпем нам нужно добавить всего лишь 100 грамм сахара сюда потому что у нас и мед же сладкий поэтому много сахара мы не сыпем плюс у нас же будет еще пропитка поэтому намного сахара не сыпем я беру еще капельку соли всегда бросаю везде и в бисквиты вы знаете капельку соли и вот сюда я решила тоже добавить капельку соли для такого более богатого вкуса что соли всю эту массу нужно поставить на паровую баню до момента растворения сахара я конечно хотела схитрить чтобы не мыть лишнюю посуду обычно делаю просто в ковшике с ручкой так как может вы смотрели как я делала пряничное тесто по сути делается абсолютно точно также вот здесь я немножко психанула решила в чашу блендера делать у него такое толстое дно что наверное я там полчаса стояла ждала пока у меня растает этот сахар и не дождалась дождалась только то что у меня слегка потеплела эта масса и начала работать дальше в общем советую сделать это кошек и на очень маленьком огне начать прогревать эту массу быстрее будет тем временем нам нужно отвесить масло масло нам нужно 100 грамм вот можно воспользоваться или маргарином то есть или спредом что вам больше нравится здесь как бы особо роли это не играет это просто сделать наше тесто таким песочным что ли вы видите вот у меня сахар еле-еле растаял там это еще крупинок много но масса теплая мне уже надоело ждать и я сюда сразу всыпаю полторы чайной ложки соды можно было всыпать 2 я почему-то у меня этот мед был такой ну я не знаю не очень хороший и я побоялась что у меня плохо прорегирует сода чтобы запаха не было вот но так как мед все-таки у меня хоть и не очень но натуральный начинают реагировать сода с медом и гасится то есть вы видите она начинает пениться масса светлеет чем более качественный мед если он допустим вот у меня был такой темный насыщенный ну я бы не сказала что гречневый но но похожий то там прям вообще прям бурлила и шипела а здесь просто вы видите пениться гасится сода и все ну как бы я еще расскажу о некоторых нюансах на что влияет качество меда вот реально здесь как бы именно мед ну сыгрывает такую именно важную роль хотя он сыгрывает и если вы пряники делать и некоторые девочки меня столкнулись с этим пока масса теплая туда вкидываю масло масло у меня с холодильника чтобы моя масса быстрее остыла что ли чтобы я туда вводила яйца яйца не свернулись поэтому масса теплая которая с огня а масло холодное и я его как бы оставляю там чтобы она у меня разошлось и слегка охладила мою массу общую вот она после добавления масса начинает так приятно пахнуть прям вообще волшебно я кстати еще хочу сказать те кто делали по моему рецепту уже пряничные домики или пряники делали то можно по абсолютно тому же рецепту делать и торт медовик то есть не обязательно тут менять там меняется буквально чуточку пропорции это абсолютно как бы не сыграет роли масло наше разошлось ничего у нас не расслаивается все у нас однородное и сюда мы добавляем два яйца яйца у меня здесь крупные с ноль вот кто-то из девочек я слышала если там двоечку вас яйца второй категории то три яйца ложит чтобы все таки как бы было но так как я именно показываю вот все это нам нужно перемешать тоже до однородности масса у нас я живу не расслаивается она все отлично соединяется яйца тоже хорошо соединяется с общей массой сейчас нам надо частично обсыпать муку я муку всыпаю частями не так удобнее перемешивать я ну всего нам нужно где-то три тиры три с половиной стакана это зависит и от степени жидкости меда который растаял не растаял и от размера яиц и от качества муки которая но вы тоже знаете по-разному густеет вот в моем случае я взяла три с половиной стакана но первые два стакана я отправляю сразу то есть я вот просеиваю два стакана обязательно просеиваем муку чтобы никаких комочков у нас не было и решила немножко сфилонить не хочу вымешивать сегодня это все добро ложка можно просто воспользоваться ложкой как я это показывал как пряничное тесто делаю но я здесь уже воюю со своей кухонной машины вы видите тесто жиденькая поэтому как бы она перемешивается быстро и и хорошо собственно вот но так как она жидкая туда надо добавить сразу третий стакан я думала что может я потом добавлю всего пол стакана и на половине еще буду вымешивать то есть идет только три но смотрю что масса жидкая поэтому решила добавить полный третий и потом уже на части муки еще вымешивать на столе вот и сейчас полностью пересеиваю еще третий стакан всегда с медовым тестом я в конце работаю на столе во первых само тесто очень приятно с ним очень приятно на столе его вымешивать она очень нежная пластичная но я вам сейчас собственно покажу а сейчас вы видите уже добавив третий стакан вот такая вот густая масса у меня вышла но она еще довольно липкая собраться и за нее руками что-то делать то она довольно липкая но собственно это тоже зависит от качества меда иногда реально липкая иногда нелипкая вот я не знаю разный мед я не знаю хотя мед всегда сладкий всегда я не знаю почему это так получаться но иногда масса прям вообще прям просится чтобы с ней работали иногда вот такая вот липкая иногда она потемнее пожелтее но в общем сейчас я часть муки еще в насыпала на стол и буду замешивать масса очень нежно очень пластично хорошо себя впитывает муку ну здесь я буду ее вымешивать с половиной оставшегося стакана муки вот я что хотела сказать еще по поводу качества меда мед у нас влияет на пластичность теста очень часто бывает рыхлое тесто вот здесь у меня этот мед вот посмотрите вот рыхлое тесто и я ну конечно я знаю что она полежит в холодильнике она станет более эластичным потому что клейковина начнет действовать ну и собственно тесто когда полежит в холодильнике будет намного легче с ним работать но все же можно с ним работать но это в первую очередь это качество меда то есть если вы возьмете другой мед если у вас совсем масса прям расслаивается рассыпать я не знаю если взять другой мед чаще всего получается совершенно другой результат в общем я сюда просела может даже чуть меньше чем полстакана на котором я вымешала и решила что мне достаточно в общем я ориентировалась на ощупь чтобы масса у меня не сильно плыла на при этом было мягко вы видите я скатала колбаску но она чуть-чуть так разъезжается но она не совсем плывет она не жидкая и сейчас эту колбаску мне нужно завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник минимум на два с половиной три часа но и я чаще всего делаю ее на вечер и работаю с ней уже утром то есть она у меня лежит всю ночь мне так проще я просоединяю это все на два дня вот ну и так собственно говорят что самое качество теста так лучше вот такую вот конфетку я ложу в холодильник чтобы она набиралась плотности вот тем временем уже наступило утро следующего дня и я приступаю к выпечке своих коржей я чуть-чуть делала не так потому что это тортик для знакомых вообще по сути надо было бы разрезать вот этот вот кусочек если бы я делала диаметром тортик где-то двадцать шесть сантиметров 1 25 26 то мне бы положено разрезать на пять частей вот эту колбаску и шестой ну пять коржей а шестой у меня получится из обрезков но у меня тортик будет на 22 сантиметра диаметром то есть он маленький и я делаю как бы на 8 коржей я делю на 8 но получится у меня около десяти коржей но те два коржа которые у меня не получится то есть у меня там ну вы увидите у меня первый блин комом вышел я их потру и это у меня будет моя картошка для выравнивания тортика ну в общем обо всем обо всем по очереди вы видите пергамент у меня не силиконизированный если у вас гладенький пергамент то можно с ним работать я знаю девочки многие любят просто положить два листа пергамента между ним раскатывать я почему-то при работе с пряниками и здесь привыкла припылять мукой мне так удобней и ну и плюс то что у меня в рулонах пергамент вот такой вот он не гладенький вот я буду раскатывать свои коржи довольно тонко вам советую катать где-то миллиметра 4-5 вот плюс она там где-то на миллиметра 2 еще точно поднимется в духовке вы кстати видите то что было чуть-чуть рыхловатое тесто она сейчас скаты рассказывается вот что такие немножко ребристые у меня края если очень хороший мед попадается то вот эти края они просто абсолютно гладенькие такие но вообще не видно то есть здесь это получается я вообще можно обрезать по тарелочке можно обрезать так как я вот воспользовалась формой тесто очень пластично очень хорошо поддается этому и вот у меня готовой кожи который я отправляю печься при температуре духовки разогретой 160-180 градусов на 6-10 минут зависимости от вашей духовке вы просто смотрите чтобы порыжал ваш коржик вот он сейчас как бы светленький и он становится такой рыженький и вы его достаете не ждите пока он потемнеет потому что медовые коржи начнут горчить вот я кстати хотела показать как катать девочки я хоть припылила мукой бы иначе у меня бы пристала в моей бумаге но мне так не очень нравится вот что хотела сказать а да здесь я думала что у меня не сильно разогрелась еще успела духовка и первые свой коржик поставила аж на 10 минут вот и он у меня там частично подгорел но ничего страшно я подгорелую часть выкинула а ну он у с одной стороны чуть-чуть подгорела остальную часть абсолютно отлично использовала потом на картошку я вам покажу все посмотрите все увидите и мои коржики вы кстати видите вот у меня кусочек на нем чтобы показать у меня вот где-то 3 миллиметра толщина ну катайте чуть-чуть потолще на самом деле просто это такое у меня было задумано мне так попросила знакомая чтобы я и сделала чтобы много было коржей я в общем планировала делать где-то коржей на 8 дней вот мой первый коржик вы видите он порыжал и собственно так делают и на торт рыжик коржи я просто лопаткой поддеваю если силиконизированного спирамент они отходят и сами но я так поддеваю лопаткой увидите вот с одной стороны у меня как бы пятнышко такое потемнело с той стороны духовка лучше печет вот и но я это отломаю потом просто пока есть буду складывать все все на кучу и потом бракованные коржи так сказать у меня уйдут по назначению а здесь мы крошку просто собираем и потом повторно можно на этом пергаменте раскатывать следующие коржи и дальше печь очень быстро пока у меня печется следующий корж я раскатываю следующий и вот так вот очень быстро у меня появляются все новые и новые коржики дальше у меня уже проблем с подгорелыми не было потому что я следила это же не бисквит здесь можно приоткрыл духовку посмотрел приоткрыл посмотрел устраивает цвет все я вынимаю в начале коржики немножко мягкие после духовки но потом они становятся как прянички такие тверденькие то есть они прям прям прянички вон у меня последний 11 вышел это такой лепешка которая потом с чаем употребила культурные все вот коржи я испекла потом сложила я их просто пакетик и через пару часов начало с ними работать ну просто чтобы на них ничего не падала ничего нет а вот здесь у меня сметанный сливочный крем здесь у меня где-то на 800 грамм еще я буду использовать для этого тортика не кураху и черный слив как принято по старинке или орехи а буду использовать шоколадные капли и апельсин филированный я уже показывала как я это делаю можете посмотреть у меня в видео кто не видел филирую апельсин режу его на кусочки а в этот свой крем добавляю шоколадные капельки почему решила добавлять шоколадные капли потому что раньше делала с грецкими орехами вот но они отсыревают в сметанном креме и такие никакие получаются в общем вот а шоколадные капельки они такие остаются хрустящие далее я сварила сироп кто-то не пропитывает это торт я пропитаю все свои торты чтобы они были мягче и тогда и они меньше в себя впитают крема вот я вот слегка нижний корж не очень сильно пропитываю потому что надо чтобы он хорошо держался на низ ставлю капельку крема чтобы у нас потом не ездила на по подложке еще хочу сказать вы когда пропитываете эти коржи не так быстро впитывают в себя влагу как бисквит но впитывают очень много на самом деле поэтому вы просто наберитесь терпение подождите вот я вот так вот ну повожу повожу но но очень много потом берет если вы не пропитаете у вас весь крем потом впитается в эти коржи и вас крема просто не останется я на самом деле не ожидала у меня здесь на 800 грамм крема обычно как бы мне этого абсолютно достаточно для бисквитного торта для толстых коржей таких на 4 прослойки а здесь крем тоже начал впитываться и его ушло очень много на самом деле и я даже не ожидала что так много у меня впитается крема в эти коржи ну собственно смотрите здесь дальше уже дело техники хочу сказать что просто очень хорошо сочетаются медовые коржи и апельсины очень отлично ну такой прям такой специфический аромат как так и нужно я бы сказала вот ну и здесь как бы никаких дальше проблем я думаю возникнуть не должно вы можете прославить чем хотите кто-то знаю прославит пломбирным кремом некоторые девочки говорят что им очень нравится с масляным кремом но тогда хорошо пропитайте ваши коржи отдельно сиропом потому что иначе масляный крем он не впитывается в коржи и у вас тортик получится суховатым поэтому пропитайте хорошо коржи и уже тогда наносите масляный крем с любой начинка как вам нравится я же говорю еще раз можно его сделать и с заварным кремом тоже очень вкусно я знаю его делают и с изюмом с курагой с черносливом с орехами и с чем только на свете вам не нравится это такой тортик единственное что он на любителя потому что медовые торты уже как бы отошли но на самом деле частенько у меня заказывают особенно взрослые люди я пожалуйста ваши желания и ваши деньги ваши торты вот еще хочу сказать я всегда намазываю и сверху коржик ложу начинку и потом снизу следующий коржик тоже намазываю кремом очень люблю чтобы начинка у меня была не под каким-то слоем а именно в середине крема надеюсь понятно сказала потому что сама по моему запуталась то что я сказал ну в общем надеюсь все все понятно рассказываю вот что еще здесь хочу сказать вот как у меня вышло в разобранном я сделала на восемь коржей этого коржа у меня я же говорила я оставила себе и буду тереть просто решила что уже будет очень высокий у меня тортик и мне его будет очень много по весу мне ну не здесь вышел тортик с покрытием мастикой выравнены картошкой и шоколадным ганашем вышел на три килограмма ровно вот сейчас мне нужно поставить его под пресс я его ставлю форму вы можете без форман в принципе не сильно разъезжайте здесь я пока мисс поставила одну потом я поставлю две бутылки ну полтора литровая с водичкой просто чтобы придавить мой тортик а сюда у меня вы видите крема вообще не осталось такое редко бывает обычно у меня остаются остатки прямо здесь у меня все ушло под ноль сюда мне нужно потереть я ломаю они абсолютно хорошо ломаются они такие хрустящие отличные эти коржики и я их сейчас потру на терке и буду использовать как картошку думала чтоб побыстрее схватила все сразу но как всегда не получается побыстрее придется потом по маленьким кусочкам но еще раз скажу впитывают они влаги много поэтому я сейчас потру и будут туда вливать остатки моего сиропа который остался мне весь сироп туда не ушел на тортик вот у меня осталось где-то грамм я не знаю грамм 80 наверное 100 грамм не осталось на грамм 80 точно было который я буду использовать на картошку масса моя вот перетертая вы видите такая крошка получилось где-то попадаются кусочки но они у меня размокнут и разойдутся так и сюда сейчас буду выливать вот свой сироп буду по чуть-чуть добавлять смотри чтобы масса мне не дай бог не поплыла я паре всегда ориентируюсь только на ощупь потому что разные коржи разное количество влаги впитывают и просто переминая ложечкой можно вилочка переминать для того чтобы размять водичку с моими сухариками так сказать извиняюсь здесь темно в ковшике плохо видно как как там чего получается но я думаю суть вам понятно вы видите вот такая вот мягкая слегка рыхла рыхловато я масса получается так как сироп у нас сладкий у нас масса это уже сладкая и сюда нам нужно добавить масло для пластичности этой массы и для того чтобы она холодильнике немножко стала плотнее и не плыло ничего на свете у нас масло у меня размягченная комнатная температура в комнате сейчас как бы практически 30 поэтому масло отлично разминается прям растирается и становится такая нежная тягучая вот гладкая прямо с ней приятно будет работать и намазывать ее вот как прям масло ножом на коржи выравниваются коржи замечательно медовая они такие плотненькие как бы хорошо держит форму если вы обрезали вот так по кругу пока по квадрату неважно как я что они все у вас одинаковые то выравниваются они просто замечательно который раз я намного лучше и приятнее с ними работать чем с бисквитом вот ну здесь дальше все просто в общем вот мой тортик вот мой тортик выровняем и уже крошкой дальше выровняю глазурью и останется только мне украсить мастикой мой тортик у меня здесь будет как монстр хай я надеюсь что все было понятно ставьте пальчики вверх буду рада вашим комментариям если вдруг что непонятно обращайтесь расскажу покажу вот рецепт под видео смотрите а с вами был кекс до новых встреч пока пока